По некоторым данным, некоторые ораторы настолько уже привыкли вводить публику в заблуждение, играть на заблуждениях и страхах, что ну это просто вошло в такую серьезную часть, стала неотъемлемой частью их жизни. К нашему эфиру присоединяется политолог Владимир Фисенко. Владимир Вячеславович, здравствуйте. Доброе утро. Как вам сообщение? Удивились, например, что российская пропаганда это не только те пропагандисты, которые внутри государства действуют, но и за пределами Российской Федерации? Нет, нисколько не удивился. Хотя бы потому, что я прекрасно знаю, как работает российская машина информационно-пропагандистская и то, что они делают внутри своей страны, а это коррупционные механизмы. Я знаю целый ряд коллег российских, они давно не только политтехнологи и политологи формально, они штатные пропагандисты и давно сотрудничают с Кремлем, с теми или иными государственными институтами России, иногда думают со спецслужбами и получают дополнительные гонорары, и не только на выборах. И эта практика, она уже давно переносится за рубеж. Публикации об этом были и раньше. Вот тут были расценки, которые приведены у вас со ссылкой на болгарского журналиста. Это расценки болгарские. А вот думаю, что в Западной Европе гонорары явно посильнее, повыше. И я приведу другие примеры. На самом деле в России, подозрений об этом очень много, и публикации появлялись, в том числе и в Западной Европе на эту тему. В России давно создана система, именно при Путине, когда появились большие деньги, значительную часть этих больших денег стали тратить на подкуп западных, европейских, в частности, элит. Это не только политологи и журналисты, это и политики. Делается это в разных формах. Иногда политики, которые уже уходят в отставку с высоких государственных должностей, получают огромные гонорары, входя в советы директоров российских компаний. Шрёдер, бывший канцлер ФРГ, бывший министр иностранных дел Австрии и ряд других западных политиков. Это как бы плата за лояльность. Поддерживают и политологов западных, например, немецких, и политиков, приглашая их в различные клубы российские, например, Валдайский клуб. Приглашая для участия в различных мероприятиях. После 2014 года в России был создан специальный фонд, из которого оплачивали поездки в Крым. Различных людей, известных людей на Западе. От депутатов парламента и политиков разных мастей. Причём, как правило, ездили крайне левые и крайне правые, что очень интересно. Эти политики оплачивались. Это всё было за российский счёт, с чёрной кроей, возлиянием российским напитком известным. И оплачивались публикации в западных СМИ. То есть система работала очень разнообразно. И деньги тратились на это огромные, включая создание целой информационной системы. Это Russia Today, фактически такой информационный холдинг. Там было и своё информационное агентство, спутника, и телеканал Russia Today, который на разных языках стал вещать. И они вокруг себя тоже наплодили целую армию экспертов, часто просто псевдоэкспертов. Как, например, в Штатах привлекли в качестве политического эксперта человека, который сидел, извините, за педофилию, но который критиковал американских президентов, американскую политику. Вот его начали привлекать в роли политического эксперта. И я думаю, что не бесплатно. Поэтому вот вывод такой. Эта проблема очень серьёзная, системная проблема. И западным спецслужбам, особенно сейчас, пора бы уже обратить на это внимание. А то они много критикуют коррупцию у нас, и часто по делу критикуют, правильно. Но не занимаются политической коррупцией, как инструментом Путина против западных демократий. И пора бы уже этим заняться. Да, кстати, если мы начали с примера Болгарии, болгарских спецслужб, которые выявили вот тех самых коллаборационистов. 70 штук, 70 штук просто выдворили. С маленькой Болгарией. Довольно серьёзная ситуация с этим сложилась сейчас в Италии. Да, Руслан? Да. Италий, Владимир, я бы хотел, чтобы вы с нашей аудиторией посмотрели просто эпический момент. И вы сейчас поймёте, в чём эпик случился. Дело в том, что наши журналисты, коллеги с 1 плюс 1 медиа, Ирина Гулей, Екатерина Нестеренко, которая владеет совершенно в совершенстве итальянским языком, они часто просто не высыхают, да, из итальянских шоу, пытаясь переубедить итальянское общество в том, что Россия развязала войну, и это не украинцы виноваты, а Россия развязала и войну против украинцев. И тут нас убивают, пытаясь уничтожить украинскую идентичность и так далее и тому подобное. Ну, а итальянцы своей, так сказать, большинстве своём говорят, что а вы садитесь за стол переговоров с Путиным, и что-то будет. Мы не хотим страдать из-за вас. Ну вот, тем не менее, вот Ирина Гулей, значит, вырезала видео, буквально, вот она свежая и горячая, значит, и ведущий одной из очень известных итальянских программ решил съездить ради рейтингов в Москву на Красную площадь и провести оттуда прямое включение. Значит, ради этого он пригласил пропагандиста Соловьёва к себе на прямой эфир. В другой студии, значит, в итальянской студии сидел другой журналист, значит, который всю эту идею осудил. Сейчас буквально чуть больше минуты это видео, но что потом случилось и чем закончилось это, это достойно вашего внимания. Итак, я буду одновременно переводить. Значит, вот включается он с Красной площади. Всем добрый вечер, добро пожаловать в Москву, самое сердце российской столицы. Я над на картинке, которую знает весь мир. Вот там в конце Красная площадь, говорит ведущий. И тут вы видите стены около Кремля. Да, вот палац, дворец, в котором живёт Путин. И вот ко мне присоединяется Владимир Соловьёв, говорит ведущий. Он тоже тут, и также со мной Вакаров, профессор Вакаров, который имеет украинский паспорт, потому что он живёт в России. Смотри, Масима, говорит ему оппонент, среди телевизионных прислуг, самый худший, в самой худшей пропаганде, которая может быть, это вот этот человек. В палаце, во дворце, должен тебе напомнить, который возле тебя стоит, были организованы преступления, подготовленные преступления и реализованы самые страшные преступления против человечества, которые можно предположить. Это палац, говно собачье. Имей мужество сказать своим зрителям и своим слушателям, что этот дворец говно собачье, говорит соведущий, поэтому именно там коммунисты создали самую большую трагедию всего столетия. Слушать этот бред для этих двух говнюков возле тебя я отказываюсь, говорит журналист в итальянской студии, и я отказываюсь от гонорара. В этом цирке я больше участия принимать не буду. Спасибо. Владимир, как вам? Ну, на самом деле, я и здесь не удивлен. Ну, что касается гонораров. Я знаю от некоторых коллег, которые после 2014 года ездили в Москву для участия в ток-шоу. Русские платили специально украинским гостям. Я не знаю, как там русским. Я думаю, там есть штатные товарищи, которые получают за это. Но нашим приплачили. Ну, как минимум компенсировали проезд в Москву, в гостиницу и так далее. Но говорят, что платили и неплохие гонорары. Просто за то, чтобы было украинское участие. Даже проукраинское, неважно. Но украинцы должны были выступать в роли таких мальчиков для битья, или девочек для битья, окружающие российской публикой. Поэтому вот эта практика гонораров, она используется. А что касается Италии. Вот тут интересная ситуация. Здесь одновременно работают несколько факторов. Но я напомню известный премьер Берлускони. Главный телемагнат Италии, близкий друг Путина. И, естественно, он через свою информационную империю, медийную империю, через свои телеканалы, естественно, внедрял пропутинские взгляды. Он выступал главным путинским лоббистом довольно долго. Пока был у власти, как премьер. Но и его телеканалы способствовали распространению пропутинских взглядов. И пророссийских взглядов в Италии. Но этому способствовал еще один такой специфический фактор. В Италии довольно популярны антиамериканские взгляды. И некоторые итальянцы, как и некоторые французы, например, и ряд людей в других странах Европы, смотрят на мир через такой фокус. Есть империи, которые между собой сражаются. И если они не любят, например, по каким-то своим причинам американцев, поэтому все, кто против американцев, прекрасно, мы за них, потому что нам американцы не нравятся. Поэтому мы поддерживаем тех, кто против американцев. А вот ситуацию, когда действительно есть страна-агрессор, есть жертва войны, есть военные преступления, для них все это уходит на второй план. Вот такие взгляды характерны для левых. Сейчас завершаю. Для левых в Италии, напомню, была самая большая коммунистическая партия в Европе в свое время, до 1991 года. А сейчас еще и крайне правые, вот Берлускони, да, они тоже оказались в пропутинском лагере. Поэтому не только деньги. Часто вот и политико-идеологические соображения, они также используются России в пропагандистских целях. Послушайте, Владимир, ну должна же быть какая-то историческая память у народа, да, если сравнить Германию, которая спокутывала, да, украинским, ну, грехи гитлеровской Германии, она на протяжении долгого времени, и до сих пор она помнит, да, граждане, да, и в недостаточной военной помощи стороны Шольца граждане Германии сказали, падением, отреагирую, падением рейтингов самой власти в Германии. А итальянцы, Муссолини, Гебельсовщина, она что же применялась по отношению к Италии? И где же это все? Понимаете, вот тут ситуация гораздо более противоречивая. Я же не случайно про коммунистов вспомнил. Коммунисты были в антифашистском лагере, они активно и раньше, и сейчас используют антифашистскую риторику. В том-то и парадокс ситуации. Сейчас Путин и путинская пропаганда используют как коммунистов, их наследников, крайне ревых, так и фактически наследников фашистов, крайне правых. Вот и те, и другие поддерживают Путина по разным мотивам. Для коммунистов, опять-таки, антимериканизм работает в качестве главного инструмента и главной причины. А крайне правым нравится путинский авторитаризм и популизм путинский. Поэтому они достаточно активно манипулируют вот этими, я бы сказал, крайними политическими течениями в Европе. Они работают одновременно и с популистами. На Западе, вот пример, опять-таки, крайне правых популистов, которые используют Путин и путинская пропаганда. Мари Ле Пен. Ну и вообще, национальный фронт. Они же и Папу поддерживали, а Мари Ле Пен вообще там называют чуть ли не путинской подругой. Кстати, тоже о деньгах. Она на предыдущие выборы, не на последние, а на предыдущие выборы брала займ в Российском банке. В Российском банке. А думаю, что некоторые, ну вот, например, тоже ведь немало свидетельств. Популистская партия новая, созданная в Германии, которая сейчас присутствует в Бундестаге. Альтернатива для Германии. Там есть еще другая партия, Левая. Так и называется Левая. Это наследники коммунистов восточно-немецких. И те, и другие имеют тесные связи с Путиным. И те, и другие. Да, и уходят в тот же Крым, на Донбасс. Вот вам пример. То есть и деньги работает, и идеология. Идеология на самом деле вот у левых, у крайне левых и крайне правых, это идеология антилиберальная, антидемократическая. Вот отрицание либеральных ценностей их тоже сближает с Путиным. Владимир Вячеславович, что в очередной раз подтверждает, что борьба с российской оккупацией происходит не только на поле боя, это и информационное пространство, и дипломатическое поприще, и многое-многие-многие другие места. Спасибо вам большое за комментарии. Спасибо вам.